По данным Минприроды, в Ульяновской области обитают всего два вида ядовитых змей – гадюка степная и гадюка лесная. Численность этих пресмыкающихся достаточно большая, а особи крупные, достигают двух метров в длину. Поэтому для любителей побыть на природе гадюки представляют большую опасность. Сейчас рептилии только проснулись, и их достаточно легко обнаружить. Они выползают греться на солнечные места. Пик активности придется на лето и продлиться до осени включительно. Тем не менее, стоит быть осторожными. Как минимум, внимательно смотреть по сторонам. Она может укусить только в том случае, если вы ее побеспокоите, наступив на нее, ударив ее. То это будет самозащита. Она делает выброс. Опять же, выброс делает, если она достаточно активная уже. Если вы или ваш спутник все-таки стали жертвой укуса, то главное – обездвижить место укуса, обеспечить пострадавшему обильное питье и обработать рану антисептиком. При необходимости дать противорвотные и противоаллергические препараты, а затем как можно быстрее обратиться к врачу. Укус гадюки, как правило, не смертелен, ведь ее яд не так токсичен, как у других змей, и действует медленнее. По этой причине врачи не рекомендуют самостоятельно вводить противоядие. Сыворотку, сразу скажу, не нужно делать, потому что сыворотка противозмеиная, она может оказать больше вреда, чем пользы, потому что сама сыворотка сделана на основе лошадиной крови и может вызывать аллергические реакции еще хуже, чем сам укус змеи. Еще один опасный обитатель леса – клещ. Прежде всего тем, что его очень сложно заметить из-за размера, а находятся они часто в траве и невысоких кустах. Кроме того, симптомы присутствия паразита, такие как температура, озноб и высыпание на коже, проявляются не сразу. Их легко спутать с другими болезнями. Также клещи могут быть переносчиками нескольких видов инфекций, например, боррелиоза и энцефалита. Поэтому удалять клещей нужно только в медучреждениях, где паразиты могут проверить на наличие инфекции и грамотно назначить лечение. В этом году уже зафиксировано два обращения пострадавших. По факту обращения пациента клещ удаляется, притом должен удаляться при определенных условиях с сохранением целостности этого клеща, передается пациенту для дальнейшего исследования в специализированных лабораториях. Чтобы не стать жертвой клещей и гадюк, выбирайте для отдыха на природе закрытую одежду. По возможности обработайте ее специальными препаратами от паразитов. А главное, будьте внимательны. Юлия Руднева, Олег Тоньшин, Уллправда ТВ.